Друзья, к вам вопрос. Что вы думаете по поводу эволюции или революции батареек? В этом знаке, надеюсь, будет. Леоныч говорил об этом, что эти времена настанут. Привет, друзья. Сегодня тема батарейка. ГП. Все-таки они существуют. Вы не поняли про что? Батарейка. Спускались, спускались вниз, в место, где нет света, питания и всего остального. Кстати, вот я весной снимал, и вот из-под тех коряк, вот там внутри видел, выходили. Да, внутри здесь они плавают. Их много здесь. А в той части, где вот там остров, вот видите, да, там трава, он там чуть-чуть соединяется, но перейти можно туда только зимой. Я зимой туда ходил, там бобры, там поваленные шатки лежат, то есть такое место интересное. И спасла их специальная камера, и ссоры прекратились. Не видно, совершенно не видно. Настолько ярко, что надо в тень зайти, чтобы что-то посмотреть, чтобы что-то увидеть. Очень тусклые дисплеи. Дисплеи тогда были все одного типа. Но видите, здесь в этой камере тоже сенсорный дисплей, удивительно, да? Людей не осталось уже возможности заряжать. Нет электричества 220 вольт. Остались только камеры, которые на батарейках. Камеры с сенсорными дисплеями были, от обычных батареек работали. На обычных басхода батарейки. Вот такие. Вот. ГП. И свет не проникал. Было только вот такое нарисованное. ОФ, автоспуск. Авто. Типа карта. Но люди искали батарейки, сдавали их. Перерабатывали. И вновь получали батарейки. И не выбрасывали. И батарейка стала символом света. Друзья, мы с вами находимся в Лахте. Недалеко от Юнтваска заказника. И сегодня тема не только про фотографию. Знания, фотографии и всего остального. На тот момент я уже понимал, что мне нужно, что не нужно. На батарейки вернуться в нашу жизнь. И не было устройств, которые питались бы от 220 вольт. На батарейке плитка-то работает? На батарейке? Нет, электрическая. Электрическая? Электрическая на батарейках тоже работает, нет? Оставили памятник батарейки во всех частях света. И люди молились и просили, чтобы батарейка жила долго. Ваши не на батарейках? Нет. Жаль. В их камерах. В их автомобилях. А мы с вами сейчас отправимся в озон. В их тележках для переноса. Батарейка. Тоже батарейка. И сами люди подучили батарейку, которая вживлялась под кожу. Под кожа батарейка. Волна очень маленькая, она может разрушить клетку. Поэтому защищайте себя. А вот я вижу свет в конце дуннеля, друзья. Пойдем посмотрим, что в этом мире еще осталось, кроме батарейки. И не старайтесь целыми днями проводить на солнце. Вау! Мне тут предложили, друзья, сделать плоскую картинку в стиле знака качества. Не, друзья, даже объемные какие-то фигуры, как из кубиков, это, в принципе, для Фуёныча уже, наверное, маловато. Сегодня решил порассуждать по поводу стандартизации, а не про батареи. Вы помните времена, когда USB были разными? И это было настолько сложно. Например, USB для камерами ноль-тыкотника, которые я пользовался, я искал несколько месяцев, в то время, когда эта камера уже продавалась. Потому что уже прошли те времена, и уже наступили времена, когда стандартом является USB-C, будь то планшеты, компьютеры. Даже новый дрон, который вышел, Mini 3 Pro, совершенно невероятный дрон, которому уже не требуется специальное устройство, о которых я записывал несколько видео, чтобы заряжать от пауэрбанка, собственно говоря, это батарейка. Он уже внутри все имеет, то есть может заряжаться напрямую от USB-C без всяких зарядных устройств. О чем это говорит, друзья? О том, что вам не надо таскать с собой кучу всяких переходников, кучу всяких дополнительных тяжелых зарядных устройств. Вы берете стандартную вилку большой емкости, большой мощности и вперед. У вас одно устройство заряжает все. Недавние айфоны, вы знаете, что не комплектуются уже зарядниками, потому что, ну, это не бессмысленно. Они у вас старые остались, их огромное количество скопилось по всему миру так же, как батареек. Чего? Чего? Хозяйка? Ну вот мы с вами выходим. Есть теория, согласно которой батарейка может находиться вот здесь, вот здесь или еще в каких-то местах. Но я считаю, что все-таки она где-то там. Пляж Богатырского. Ну, это такое излюбленное место, где люди отдыхают летом. Даже забыл, здесь корпус съемный. Друзья, к вам вопрос. Что вы думаете по поводу эволюции или революции батареек? Как они сильно изменили? Вы знаете, что стандартизация аккумуляторов, например, 18800 он, по-моему, называется, да, аккумулятор, который используется в курительных всяких приспособлениях. Наборы из этого аккумулятора делают для электрических самокатов и прочих всяких больших вещей, на которых можно ездить. Поэтому, что вы думаете по поводу стандартизации аккумуляторов в камерах? Считаете ли мы возможным, что производитель пойдет на такие услуги? Panasonic, Leica и Sigma не просто так. Когда-то были в рознь, да, и делали камеры компактные разные. А теперь это L-Aliance, куда, кстати, присоединилась группа DJI, которая делает совершенно уникальные камеры для съемки со стабилизаторов, дроны, самые известные у них. Ну и там тоже набор аккумуляторов из нескольких штук. Обычно это три блока по 3,7 вольт, которые в сумме дают, сами понимаете, сколько, 13 вольт с чем-то. И вот будут ли они тоже стандартизированы? Я считаю, что будут. Я жду от вас, друзья, комментарии по поводу батареек. Сдаете ли вы батарейки? Храните ли вы их там потом выбрасываете? Или все-таки сдаете в утилизацию? Ну и вот... И какая лучшая батарейка для нашего тела? Внешняя энергия? Как ее усваивать? Или только пользоваться внутренней батарейкой? Вот в чем вопрос. Я думаю, что вы догадались, почему я использовал изображение черной дыры. Потому что она имеет несколько больше мерностей, чем 3D. Все-таки они существуют. Поэтому плюс, этот знак, который я выбрал изначально, он содержит в себе так, как стрелку, камеру, стрелку компаса, объект, имеющий свет в своей, и тень обязательно. Присутствует глаз. Это все напоминает объектив, диафрагму. И приделала лучи. Символизировал. Символизировал. Символ. Я уже выговаривать не разучился. Треножник, треноги, лучи, камеру, объектив. Ну... А с вами был Фавел Ильич, друзья. Увидимся, пока. 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 Пока.